Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Теней. Сегодня мы смотрим расклад на диагностику негатива. Расклад называется Асмодей. Он для того, чтобы увидеть, будет ли магическое воздействие. То есть планирует ли кто-либо на вас магическое воздействие. Ну или конкретно кто-то. Так, планирует ли человек воздействие? Вот, на которого, например, вы думаете, да? Так, смотрите, ну он тут прямо, знаете, вот уже этим занимается, да? То есть он тут прямо может даже куклу Вуду использовать в этом направлении, потому что здесь как бы будет ритуал такой четкий, да? То есть по всем чакрам будет пробиваться. Вот, и ему бы, конечно, хотелось, чтобы это воздействие у него получилось, да? Потому что он хочет вас привязать к себе. Так, что заставляет его действовать? Причина. Причина. Он хотел бы развить отношения, он хотел бы с вами брака, он хотел бы семьи. И вот для него очень важный выяв, то есть, видимо, другим путем получается вас завоевать. Сейчас мужчины очень часто прибегают к магии, не только женщины, поэтому тут нормальное явление, да? Каким образом собирается действовать? Ну, здесь черная магия такая, четкая черная магия, воздействие на сексуальные сферы определенные, да? То есть такие, такое прям профессиональное будет обращение к специалистам по черной магии. Так, цель для себя, что хочет получить подсознательные мотивы. Хочет получить, ну, во-первых, определенные знания. Во-вторых, он считает, что вы по судьбе должны принадлежать ему. То есть, знаете, как закрепить результат моё, я здесь застолбил по всем чакрам, чтобы никого рядом не было. Так, цель для объекта нападения. На что направлено воздействие? Ну, опять же, как бы это говорится о том, что он хочет вас себе подчинить, да? То есть, он хочет сделать так, чтобы вы ему покорились, подчинились, чтобы было так, как он хочет. Вот как он хочет вести вас по жизни. Вот ему это очень важно, да? Так, заключён ли договор? Осуществлено ли уже воздействие? Так, смотрите. На самом деле, оно вот в процессе подготовки идёт, да? То есть, как бы оно подготавливается. То есть, вот я могу сказать, вам могу даже что-то подлить в пищу. Потому что очень похоже на какие-то приворотные зелья, да? То есть, человек будет, например... Сейчас я скажу, вот, например, есть такие моменты, да? То есть, те люди, которые ходят в церковь, они, например, ну, не воспринимают экстрасенсов, да? Но вот люди, которые идут в церковь венчаться, там есть такая венчальная икона. Вот мы, когда её сканировали, я вам могу сказать, что она работает как церковный приворот, соединяя душу и сексуальную чакру, да? И причём так сильно, что если вы на себя надуете энергию этой иконы, то у вас прямо скрутит как сексуальную чакру, так и душу, да? То есть, это тоже магия своеобразная. Так вот здесь вот приворот будет именно на это расположен, да? Чтобы вот и душа, и тело вы принадлежали только этому мужчине. Поэтому здесь сказать, что, например, человек, ну, как-то хочет очень сильно навредить, нет. Но он хочет, чтобы вы хотели только его, думали только о нём, жили только с ним. То есть, он хочет завладеть вами полностью, да? Это и плюсы, это и минусы. Ну, скажем, каждый борется как может. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует...